приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поделимся с вами порция актуальная информация на 14 сентября поговорим о том что у нас ждет в этот день 14 сентября что это за день какие события по народным приметам что у нас ожидает по лунному календарю знаете этот день откроет многим людям секреты усилит энергетику и вы сможете получить больше результата от своей жизни также сегодня узнайте все секреты привлечения денег будут раскрыты тайны а также вы узнаете как убрать из жизни помехи и блоки обязательно досмотрите это видео до конца прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите цените кому вы желаете мира любви и гармонии итак друзья 14 сентября по народному календарю этот день семена столбника по-другому семена лето проводят или семена в день а вот согласно церковному календарю в эту дату верующие вспоминают преподобного семена столбника антиохийского в народе по народному календарю 14 сентября отмечают именно семена летопроводца этот день нас назвали так потому что по поверьям осень с этого времени полностью вступает в свои права а значит лето уже не вернется до следующего года и существовало у крестьян даже поверья что в семена в день уже расползаются на три версты по окрестностям поэтому крестьяне идя следом за змеей несли добытый из сухого дерева живой огонь и окуривали им землю считалось в народе что именно этот ритуал защитит поля от завистливого глаза и проделок нечисти также люди замечали что 14 сентября практически не видно было воробьев и согласно поверю их сегодня собирает черт и решает сколько птиц у себя оставить а сколько вновь отпустить на волю крестьяне спешили до сиона с столбника убрать яровые иначе посевы могут уничтожить предстоящие сильные ветра и обильные осадки обязательно в этот день пускали в поля скот веря что тогда животные весь год будут здоровыми 14 сентября наступала бабье лето поэтому по приметам и сегодняшней погоде говорили о том какие будут остальные осенние месяцы если было не настя то будет сухо а если же знойно осень будет сырая на симеона встречали осень проводили обряд осенины пели песни водили хороводы устраивали осенние игрища богатые крестьяне ставили рядом со своими воротами пиво и брагу а также пироги с разными начинками хозяин выводил со двора и зазывал к себе хороводников тем самым угощая их после предлагали угощение старикам нищим и сиротам 14 сентября зажигали новый огонь в домах в это время в то время не было ни электричество не газа и на ночь оставляли только лампадный огонь а поутру пожилые терли сухое дерево от дерева а молодежь зажигала спицей новое пламя которое использовали для разжигания печей топки бань и зажигания свечей семена в день было принято переезжать в новой избы и отмечать новоселье согласно поверью это принесет новым жильцам счастья по традиции именно сегодня и хоронили домашних насекомых с шутливой торжественностью несли их в гробиках и сухих листьев и закапывали в землю доверили в то что тогда они в доме не будут водиться рожденные в этот день люди любят одиночество счастья к ним приходит только после достижения 20-летнего возраста а человеку который родился 14 сентября следует носить амазонит также сегодня наши предки верили что самое это самое подходящее время для начала новой жизни это именно было 14 сентября в день симеона ведь недаром именно сегодня крестьяне зажигали в домах новый огонь и также этот день был для для многих днем исполнения желаний так как в этот день планета венера проходит точку своей экзальтации а значит она будет способствовать исполнению самых заветных желаний потому что венера дает нам вдохновение и обращая ваше внимание именно с этим поверьем было и основная народная примета этого дня которая гласила что именно 14 сентября на симеона столбника нельзя жить по-старому поэтому сегодня нужно обязательно зажечь свечу и сказать следующие слова старое сжигаю новое привлекаю изобилие достаток здоровье и любовь здесь живут с этой минуты и навсегда истина и пусть свеча сама догорит а именно огарки от свечи нужно закопать под здоровым и красивым деревом на сегодняшний день многие люди планировали новоселье и поэтому если была возможность переехать то нужно было это обязательно сделать тогда хозяева будут жить в счастье и радости если же переезд не запланирован то 14 сентября желательно дел сделать перестановку в доме или как вариант поменять шторы гардины покрывала на другие таким образом внести новую новизну в интерьер также по народной примете не рекомендуется проводить день с прежним светом иначе скоро себе напомнят давние проблемы поэтому надо чтобы самый старший член семьи выкрутил лампочку у входной двери или самую ближайшую а именно подросток или молодой человек вкрутил новую если в вашей семье молодежи нет то можно об этой услуги попросить знакомого или родственника но подросткового возраста 14 сентября от сентября нельзя было выбрасывать остатки еды со стола их надо отдать нуждающимся тогда в семье будет достаток и благополучие кстати день симеона столбника очень хорошо подходит и для благотворительности это поможет вам очистить вашу душу и настроиться на позитивный лад также если есть возможность посещайте сегодня храм ставьте свечи и подавайте милостыню в этот день принято молиться святому симеону об избавлении от мух рождения и бесплодия этот день очень благоприятен для зачатия малыша именно поэтому многие пары которые хотят поскорее зачать ребенка выбирают именно дату симеона также сегодня запрещено выкидывать убитых мух тараканов клопов и других насекомых иначе в следующем году еще больше их будет и поэтому в этот день наши предки устраивали похороны насекомые ложили в разрезанный овощ или фрукт который после закапывали у дерева также с 14 сентября нельзя выражать и негативные эмоции нужно чтобы сегодняшний день прошел в позитивном настрое и тогда впереди же вас будет ждать только везение и удача нельзя сегодня грустить плакать и обижаться потому что тогда не сбудется ваша мечта потому что 14 сентября это день когда сбываются мечты и даже если вы ничего для этого не делали все равно 14 14 сентября нужно мечтать и обязательно верить чудеса также 14 сентября в день симеона не подметали пол не выбрасывали мусор и не подметали половики считается что если это сделать после захода солнца то в доме будут водиться мыши в этот день нежелательно и вовсе выносить мусор иначе из дома уйдет благополучие по старинной традиции в день симеона столбник столбника трехлеток нужно обязательно подстричь или хотя бы срезать клок волос считается что тогда из мальчика вырастет сильный и волевой мужчина кстати стрижка 14 сентября рекомендована не только трехлетним мальчиком но и всем деткам верили что если в семена в день подстричь ребенка значит у него забрать все беды и все горе с тем далее друзья у нас с вами лунный календарь на 14 сентября и так вот а у нас будут с вами восьмые и девятые лунные сутки растущая луна в знаке зодиака стрелец а с 14 часов 34 минута переходит в знак зодиака козерог сегодня достаточно хороший период для начала новых дел и старта новых проектов у людей появляется вера в свои силы в себя и в свое будущее но пожалуйста именно сегодня 14 сентября держитесь подальше от людей которым испытывайте неприязнь интуиция вам сегодня говорит правду отличный день для переезда старта новой жизни или даже начала перспективной какой-то командировки потому что вам как минимум будут гарантированы яркие впечатления и позитивный результат вашего труда обращаем внимание что огромные перемены 14 сентября ворвутся для скорпиона водолея и льва также сегодня сегодняшний день это период повышенной эмоциональной восприимчивости сегодня тяжело многим людям будет переносить равнодушие близких людей их холодность и отстраненность но ваших силах все это изменить не стоит проявлять упрямство если вы не правы сегодня благоприятный день также для заключения контрактов договоров которые позволят вам продвинуться по карьерной лестнице но не будьте слишком самоуверены помните о необходимости соблюдать правила дорожного движения и правила безопасности во всем природа сейчас чутко реагирует на каждое произнесенное слово поэтому можно сегодня обязательном порядке произносить волшебные слова слова аффирмации мантры но сегодня противопоказаны пустая болтовня сплетни и клевета сегодня лучше не ссориться с людьми особенно близкими также сегодня в этот день 14 сентября этот день написанных и произнесенных слов поэтому сегодня хорошо читать молитвы описать свои пожелания не только для себя но и для своих родных и близких также будет здорово если в такой день вы вместе со своими близкими родными людьми вспомните и прочитаете вслух например любимые стихи про маму также обязательно сегодня загадайте желание напишите свое желание на бумажке желание на бумаге нужно писать при помощи ручки лучшей гелевой но возможно кто-то кому-то подойдет и шариковая ручка но лучше если вы будете в свое желание писать гелевой и главное пишите свое желание в настоящем времени например я имею свой бизнес я имею свой собственный бизнес бумажку после того как вы напишите не выбрасывайте а носить ее до тех пор пока желание не исполнится это своеобразный ваш будет некий как талисман растущая у нас луна как может с вами сказали будет перейдет в 14 часов 34 минуты в знак зодиака с козерог а это значит что у людей появится еще больше энергии появятся новые возможности но и также если вы будете невнимательный и неосторожны появляются и препятствий и опасности поэтому сегодня очень важно не забывать о балансе и беречь себя от негатива к сожалению этот день 14 сентября начнется с неблагоприятного аспекта луны к меркурию что может вызвать у людей головные боли с пониженным артериальным давлением также следует сегодня обязательно соблюдать осторожность при работе с режущими предметами вторая половина дня на фоне позитивного аспекта марса с венерой пройдет достаточно позитивной и многим людям придаст сил и вдохновения также этот период благоприятен для решения вопросов которые связаны с получением и отдачей финансовых средств также в этот период продолжается интенсивный рост луны а значит мы с вами напитываемся энергия луны а значит мы с вами можем двигаться вперед делать многие вещи которые на убывающей луне нам были просто не посильны поэтому используйте это время для того чтобы заняться новыми проектами новыми идеями